Добро пожаловать на мой канал! Сегодня хочу вам показать, как собрать вот такую розу из бумаги. Розу я буду собирать вот из такого бутона розы. Как его сделать? Я показывала в одном из своих мастер-классов. Ссылочку вы сейчас видите на экране. Челкайте по картинке, переходите. Складывается эта роза довольно легко. Справляются с ней, в принципе, и детки. Так что много времени она у вас не займет. Край вот этой розы я обрезала вот такими ножницами с фигурным краем. Получилось довольно интересно. Чешелистик розы я делаю как лилию из треугольника. Видео, опять же, ссылочку на видео вы видите на экране сейчас. Тоже складывается довольно несложно. Поэтому вы без труда сможете ее сделать. Понадобится 2 вот такие заготовочки из двух треугольников. И я их склею между собой. И получится вот такой чешелистик для розы. Два листочка. Можно больше, конечно, но я сделаю только два листочка на стволе. И сам ствол. Итак, теперь приступаю к сборке розы. Начну со ствола. Чтобы сделать ствол, я беру полоску бумаги шириной 8 см и длиной примерно 30 см. То есть отрезаю полоску от листа формата А4. Беру вот такую металлическую палочку. Или можно взять спицу примерно диаметром 5 мм. 4-5 мм. И с ее помощью буду сворачивать трубочку из бумаги. Вот так кладу эту трубочку на уголок. Ну, примерно где-то градусов почти под 45. Может быть чуть меньше. И начинаю закручивать бумагу вокруг трубочки. Не сильно плотно, чтобы потом ее можно было достать. И по мере того, как я буду закручивать эту трубочку, я буду вклеивать сюда листики. Вначале можно, скажем так, просто прокрутить бумагу. Вот таким образом получится трубочка. Потом посмотреть, где примерно нужно вклеить нейстик. Вот один сюда, второй вот сюда. И теперь... Немножко скрутила. Можно капнуть сюда клея, чтобы трубочка не раскручивалась в процессе того, как мы будем вклеивать листики. Потому что такое иногда бывает. Вот так немножко скрутила трубочку. Вот на листик нанесла немножко клея. И вот так сюда его вставляю. Вставляю. И дальше прижимаю бумагой. Вот один листик вклеила. По мере того, как я вклеила листик, опять бумагу по ходу проклеиваю. Смазала листик опять клеем. Вот так сюда вставляю. И вот так приклеиваю сюда второй листик. Приклеиваю уголок. Вот таким образом я сделала ствол и сразу приклеила к нему листики. В трубочку для прочности вставляю проволоку. Вот у меня такая. Можно обойтись и без нее. Как бы трубочка достаточно такая прочная. Но если перегнется где-то бумага, то ствол будет надломан. Поэтому вставляю вот сюда ствол проволоку. И вот еще на кусочек мне не хватает того, чтобы скрыть эту проволоку. Беру еще небольшой кусочек бумаги. И скручиваю еще трубочку для ствола, чтобы дополнить. За счет того, что с одной стороны трубочки получаются чуть шире, а с другой чуть уже, они очень хорошо друг с дружкой стыкуются. Вот, нанесла немножко клея. Проволоку можно пока достать. И вот так, такими вот движениями, вращающимися, наращиваю ствол розы. Вот видите. Получился вот такой ствол. Ствол для розы. Потом в нее вставляю проволоку. И проволока получается очень хорошо спрятана. И вот такой кебель для розы получился. Теперь мне нужно соединить ствол с чашелестником. Для этого в лилии я делаю небольшие срезы. Вот здесь вот срезаю. Только немножко, потому что можно сделать за большую. У меня пока за большая не получилось. Значит, чуть-чуть-чуть больше. Вот так. И теперь вот здесь немножко под ствол верхний согну. И посмотрю, как у меня. Пройдет ли у меня. Так, помещается. Очень хорошо. Так, и во втором тоже делаю примерно такой же срез. Нужно чуть-чуть побольше. Да, еще в отличие от линий, которые я показывала в своем мастер-классе, у меня там были вот такие широкие листики. Вот в этой розе я тоже так сделала. Видите, вот такие широкие листочки. А в этой розе я хочу сделать поуже. Вот, поэтому вот эти вот верхушечки я еще сложила вот сюда, к центру. То есть получились такие лепестки поуже. Мне они больше понравились. Теперь соединяю чашелистники. Вот эти, соединяю вот эти две детальки в шахматном порядке. Так. И в шахматном порядке, чтобы у меня были лепестки. И так соединяю эти две детальки. И вместе с проволокой буду соединять ствол с чашелистником розы. Наношу сюда вовнутрь клей. И буду вклеивать ствол. Вот такая заготовочка получилась. Остается вклеить сюда розу. Наношу на розу клей. Вклеиваю. Вот так вклеиваю сюда розочку. В результате я вам показала, как я собираю розу. Вместе со стеблями, источками, чашелистиком. Хочу вам также сказать, что в группе ВКонтакте ссылочку вы найдете в описании. Я сделала специальный альбом, куда вы можете выкладывать ваши работы, сделанные по моим мастер-классам. Впоследствии они примут участие в конкурсе. Спасибо за внимание. С вами была Иванова Галина. Красивых вам цветов.